Доброго времени суток всем моим ученикам! Сегодня мы будем строить рубашечный воротник со стойкой. Я вам уже нарисовала его на доске в реальный размер, но он получился маленьким, поэтому я сейчас вам в увеличенном размере буду по сантиметрам рисовать, а вы потом по этому видео будете рисовать на обыкновенной вот такой вот тетрадке в клеточку или бумаги в клеточку, у вас все очень хорошо получится. Итак, начинаем с чего мы начинаем? Помните, что мы должны сначала сложить по плечевому наше с вами изделие. Вот это плечевой шок, вот это наш росток, это спинка, она же росток, это плечо и наша горловинка. И на горловинке у нас с вами, вот горловина подписывала, еще и планочка будет. Вы помните, линия полузаноса у нас, центр переда будет вот так выглядеть, да? Это бунктирами нарисовала сгиб по задней половинке, а это сгиб по передней, или центр по передней половинке. Значит, что, перед тем, как строить наш воротник, нам нужно с вами измерить росток. По вогнутой линии кладем нашу сантиметровую ленту, сейчас я вам покажу, вот так, помните? Вы измеряете ребро и проверяете ваше расстояние по ростку. То же самое вы делаете по горловине, но по горловине измеряете четко до середины центра. Не до края планки, а до середины центра. Ну, то есть до центра переда горловины, да? И вот на той модели, которой вот сейчас мне девушка попросила дать эту выкройку воротника, там росток был 8,8, я вот сейчас вам его подписываю, 8,8, и горловина 10,7, да? И линия у нас половинки планки, это полтора сантиметра. Значит, что мы сейчас с вами делаем? Нам нужно для начала взять прямой угол, да? Который мы с вами берем, вот. И из этой точки мы откладываем вот сюда 8,8. Вот я вам так и пишу. Это наш росток, который вот здесь по спинке, да? Отложили. Теперь мы откладываем от этой точки вправо 10,7. Это наша горловина, да? Ну, тут прямая горловина. Вы же измените за такие линии. Так, я проведу. Но вы же строите четко бумаги в клеточку, правильно? Тогда у вас, мне нужно вам просто большой размер. Давайте сейчас где-то на 10, да, это расстояние. И далее нам нужно взять полтора сантиметра половинку нашей планки, которую мы делали тут по передней половинке. То есть она у нас в готовом виде 3 сантиметра. Я беру половинку, полтора. То есть, в принципе, чаще всего она 3-х сантиметровой ширины. Только если размер побольше, там, больше 50-го, 56-го, 60-й размер, может быть 4 сантиметра. Ну, и более. Или по модели, как вы захотите. Так, вот здесь мы откладываем с вами полтора сантиметра. Так? А теперь, смотрите, идем вверх. Откладываем вверх, вот сюда, 3,5 сантиметра. Так? И откладываем, это будет наша стойка с вами. И прорисовываем эту линию вот до нашей линии плечевого. Ее даже можно вот так вот повыше нарисовать, чтобы она вот так хорошо смотрела, да, линия плечевого. То есть мы сейчас сначала нижнюю рисуем стойку, как вот здесь. Вот здесь, если сейчас вот так вот заштрихую верхний участок, то вот это нижний воротник будет, а верхний воротник, вот я сейчас его заштрихую синим цветом, это будет верхний. Чтобы вам полегче было ориентироваться в том, что я говорю. Так, что дальше мы делаем? Так, мы берем и поднимаем из вот этой точки, я не буду вам говорить изначально там про буквы, а просто вот расстояниями вправо, влево, вверх будем откладывать. Ну, проэкспериментируем, более творчески подойдем к настроению и выкручиваем. Так, от вот этой точки вверх откладываем, рекомендую вам половину вот этого вот значения. Три с половиной сантиметра делим на два, это 1,8. Так, отложили вверх, вот так вот, 1,8. Вот я ее здесь и пишу. Теперь, наша с вами задача соединить вот эту точку плеча, да, и вот эту точку завышения. Может, я ее не сила, не сила. Соединяем. Так, теперь, далее мы с вами от вот этой точки, которая вот здесь сейчас получилась, делаем прямой угол. Вот я вам рисую значочек прямого угла. Вот, вот этой вот линии, которую только что мы провели. То есть я ставлю вот так мою линейку, вот так вот, видите? Вот прямым углом, вот к этой линии. И тоже ставлю три с половиной сантиметра. И теперь наша с вами задача соединить эту точку и эту. Здесь же тоже у нас три с половиной сантиметра, да? И мы соединили. Соединяем. Чтобы наша стойка хорошо выглядела и была очень красивая навсегда. Вот здесь вот так вот накручивается вот эта линия. Если вы работаете с бисектрисами, то из вот этой вот части по бисектрисе вниз, влево, да, тетка вот примерно в районе до целых пятидесятых. То есть пять миллиметров, семь, от пяти миллиметров до сантиметра. И просто вот так вот прогибается. Вот если здесь поверхность, смотри, где-то семь миллиметров у меня практически. Закруглили. Закруглили. И теперь наша с вами задача сделать так, чтобы вот здесь не было острых углов. Вы должны вот эти линии здесь плавнуть. То есть сверху мы эту линию приподнимаем, а снизу мы эту линию чуть-чуть забираем на эти пару миллиметров. И она такая более плавная линия нашей стойки получается. Еще раз напоминаю, еще раз проговорю, что вот это вот сгиб нашей стойки. Так, что мы дальше делаем? Мы должны теперь от вот этой точки вверх отступить три сантиметра. Вот это что? Три. И от трех сантиметров вверх четыре с половиной сантиметра. Да? Для легкости я вам рекомендую вот так вот промерить эти расстояния и перенести. Да? Можно будет здесь даже по прямой вот так вот провести. Да? То есть я как прямоугольнички вот такие сделала. И теперь следующая наша с вами задача. Поставить, вернее даже перед тем, как ставить, давайте сейчас проведем вот эту вот линию, где у нас был до центра сгиба передней половинки. А, вот это центр сгиба передней половинки. А вот это половинка нашей планки. Да? Мы проводим пунктир вверх. Вот таким вот образом. И то место, где у нас сейчас будут соприкасаться оба наших воротника и верхний и нижний, то есть верхний воротник и стойка, нам нужно еще отложить вот это расстояние, которое внизу. Ну, я это все проверяю, потому что я это делаю на глаз с увеличением. А у вас это четко по клеточкам идет, да? То есть вот это расстояние полтора сантиметра, мы теперь его откладываем от вот этой точки вот сюда. Поскольку мы подняли и сделали под прямым углом, у нас наша стойка немножечко пошла влево, да? Значит, что мы дальше делаем? Мы должны соединить, грубо говоря, вот эту линию с линией плеча. То есть вот эта точка, где будет притачиваться наш верхний воротник к нижней части воротника, то есть стойке. Нам единственное, что с вами надо сделать, более прогибистую линию. То есть вот в этом месте делим вот это расстояние и это пополам и делаем легенький такой прогибчик. Может быть пару или нет. Тяжеловато рисовать. Баркером. Да? Ну, ладно, да. Больше не прямая линия, а слегка в облако. Хотя стойку мы делали более по прямой линии. Можно. В любом случае, когда вот здесь мы немножечко. Хотя да, на самом деле логично. Я когда первый раз строила, я именно так и сделала. Мы здесь ведем пока подробное линию, вот так вот. А плавнить здесь будем уже вот в этой точке. Поскольку и здесь мы тоже, где стойка воротника, внизу мы ее приподнимали, а здесь мы ее, вот здесь мы ее здесь приподнимали и внизу приподнимали. А здесь мы ее опускаем в этом месте, да? Теперь что мы дальше делаем? Вот это расстояние общее, которое у нас сейчас получилось, то есть у вас идет 3,5, 4,5, это получается 8, 8 плюс 3, это 11, значит. И от этой точки вверх у нас тоже такое же расстояние, вот 11 сантиметров. Ну, у вас по клеточкам так вообще там все замечательно. Так, что мы дальше делаем? От вот этой точки, которую мы получили, то есть мы ее вот так, как будто бы по ровной провели, да, по клеточкам, мы немножечко будем отклонять наш воротник, но это на самом деле сугубо индивидуально, но я вам предлагаю перестраховаться и для первой примерки все-таки сделать, как я вам показываю. Убрать всегда воротник сможете, усечь его, там, обрезать лишние, там, уголки, которые вам там, например, не очень нравятся. То есть мы с этой точки, которую мы получили, то есть это расстояние равняется этому расстоянию на расстоянии прямого угла от линии центра нашего воротника, да? Поднимаемся вверх на 1 сантиметр и от этой точки вбок тоже на 1 сантиметр. То есть вот так 1 и вот сюда 1 сантиметр, да? Вот мы получили это завышение, то есть вверх на 1 и вправо на 1 сантиметр. А теперь все, что нам нужно сделать, это свести вот эти точки, верхнюю точку, которую мы получили, с той точкой, к которой мы будем притачивать в воротник. И теперь вот эту крайнюю острую точку нам нужно плавно свести, якобы, ну, не влечебно. И все, наша родителька, в том числе, мы просто разноцветные мастера сейчас вот так расспрашу, и у него будет очень-очень красиво завышать. Убрать все эти точки, которые у нас там были. Вот это верхний воротник, вот это линия, а сгиба, да? А вот это нижний воротник, вот такая импровизация сегодня получилась. Смотрите, здесь еще есть один важный момент. Мы же сначала, когда раскраиваем верхний воротник, да, мы же их два штуки раскраиваем, дублируем и обтачиваем. Да, по кругу. А потом вставляем между двумя детальками нашей вот этой вот стойки. Крайне важно вот эта вот точка. Место, где у нас сшивается верхний воротник с стоечкой. Вы можете даже здесь микро- или на меточку делать, или на сечечку какую-то делать. Ну, у нас настолько четко здесь простроены вот эти линии, я думаю, что все будет хорошо и замечательно. Это один из самых таких простеньких моментов и вариантов построения рубашечного воротника со стойкой, что я думаю, вы должны с легкостью справиться. вот, так что я думаю, что будет здесь все просто замечательно. Есть там более такие вогнутые линии, более, это все отдельно на курсе, и мы это уже с вами или в реальном времени встречаемся на занятиях или по дистанционному курсу я занятия веду. там вы уже, мы уже более детально рассматриваем все-все-все варианты воротников, в том числе на стойке. Смотрите, вы еще когда будете намечать петлю, когда вы уже полностью его сделаете и втачаете в горловину, да, вам же нужно будет здесь еще наметить петлю. Вот я линию такую заноса делаю, по передней половинке вот эти полтора сантиметра, вы делите пополам, и вот наша петелька идет, да, то есть вот центр, где у нас притачивается и верхний воротник, и вот это вот центр переда у вас идет ровно посерединке, параллельно низу намечается вот эта петелька. Только вы ее нанейте, пожалуйста, на 2 мм право, чтобы у вас четко посерединке была эта пуговичка, и она красивенько вот тут стыдка сходились, вот эти вот кончики, чтобы оно не перетягивало красиво, вот максимум 2 мм, да, вот вот эта линия вы видите. И, в общем-то, все. Единственное, что я тут разными плитами все нарисовала, тут красный верхний воротник, там нижний, ну, я думаю, вы разберетесь. Вот. Если что, пишите в комментариях вопросы, с удовольствием отвечу. Вот. Была. Ваша Светлана Матус. До встречи.